Пик любви. Самая высокая точка Иркутска, излюбленное место горожан, здесь весь город как на ладони. Сюда люди приезжают на праздники, дни рождения, свадьбы, смотреть салют на 9 мая, Новый год и День города. Сегодня здесь тоже собрались люди. Правда, повод далеко не праздничный. С 8 апреля жители микрорайона Ершовский находятся в замешательстве. В начале недели их собрали на публичное слушание. Поводом послужило изменение статуса некого земельного участка, который в народе называют просто «пик любви». Здесь собираются вести строительство. Вот кадры с этих публичных слушаний. На место в понедельник выехали представители администрации города и арендаторы этого участка. К нам в комитет обратилась организация ООО «Нордвест» с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. То есть это вот этот вот земельный участок, на котором мы сейчас находимся. Жители микрорайона категорически против любого строительства на этой территории. Резонанс от предполагаемой застройки байкальского завода по розливу воды имел мировое значение. Резонанс от предполагаемой застройки вот этого прекрасного сакрального места, самой высокой точки города Иркутска, будет иметь городское значение. Как такового предметного обсуждения здесь не было, что будет строиться, как будет строиться. Им необходимо было уведомить население, соблюсти формальность, что публичные слушания были проведены, мнение жителей было заслушано. Сейчас этот участок муниципальной земли арендует компания «Нордвест», здание которой стоит неподалеку. Мы обратились к ним за комментарием. Официальный представитель сообщил, что впервые слышит о подобной стройке и, по данным его руководства, строить здесь компания ничего не собирается. Однако в администрации другие сведения. Но вопрос строительства на этом участке не решен. Арендаторы земельного участка «Нордвест» действительно обратились к нам в комиссию по правилам землепользования и застройки с целью предоставления условно разрешенного вида среднеэтажная жилая застройка. Они попадают на майскую комиссию, она состоится в период с 20 по 24 число. И там комиссия на заседании примет решение, даст рекомендацию о том, чтобы либо предоставить условно разрешенный вид, либо отказать. Тем временем жители микрорайона уже написали заявление в прокуратуру и направили возражение в адрес руководителя комитета по градостроительной политике города. Екатерина Нерушкина и Павел Рютин. Новости сейчас.